привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и мы уже сняли большой ролик под названием почти все о линзах но конечно же туда попало не совсем все и сегодня мы поговорим о таком простейшем оптическом приборе как лупа и вот я беру лупу подношу к ней палец и пока палец близко к лупе он выглядит по размерам не сильно увеличенным но когда я его отодвигаю его изображение становится все больше и больше правда начиная с какого-то момента она расплывается и поэтому мне удобно рассматривать палец вот примерно на таком расстоянии и я могу различить разные подробности популярного рисунка и мы с вами разберемся что такое увеличение лупой и чем она определяется начнем с того что построим ход лучей в собирающей линзе когда предмет находится между линзой и фокусом красным показано три удобных луча выходящих из крайней точки предмета за линзы они расходятся а сходятся их зеленые продолжения назад и эти продолжения встречаются в крайней точке мнимого изображения но хотя она и мнимая мы рассматриваем через лупу именно его ведь нам кажется что красные лучи выходят именно из этой точки когда предмет находится близко к линзе размер изображения почти не отличается от размера предмета а когда предмет отодвигается от линзы и приближается к фокусу мнимое изображение уходит назад и становится все больше так что она может сделаться сколь угодно большим и получается что линейное увеличение равное отношению размеры изображения к размеру предмета там на схеме может быть сделано сколь угодно большим но когда я смотрю через лупу на палец то максимальное увеличение ну раза три я вот сейчас одновременно вижу и сам палец и его изображение а дальше все расплывается и поэтому нам нужно говорить не о линейном а каком-то другом увеличении а дело в том что разные по размеру предметы могут казаться мне одинаковыми если они расположены на разных расстояниях и видны под одним и тем же углом а если взять два одинаковых по размеру предметы расположить их на разных расстояниях от глаза то дальний предмет будет казаться мне меньше потому что он виден под меньшим углом а теперь изобразим то что мы видим в опыте с лупой и хотя и палец и его изображение находится позади линзы представим себе что мы видим их на экране находящимся в плоскости линзы изображение пальца выглядело примерно в три раза больше чем сам палец и мы видим его под в три раза большим углом вот мы и говорим что лупа дает увеличение в три раза и давайте теперь разберемся как меняется угол под которым я вижу изображение пальца когда отодвигаю его от линзы в сторону фокуса поместим на наш чертеж глаз который рассматривает мнимое изображение предмета угол под которым глаз видит изображение помечен красными дужками будем отодвигать предмет от линзы приближая его к фокусу при этом помеченный угол постепенно увеличивается в пределе когда предмет оказывается в фокальной плоскости, его изображение удаляется на бесконечность, а уходящие к нему продолжения световых лучей становятся параллельными, и красный угол становится равным зеленому. Отсюда следует, что тангенс предельного угла зрения равен отношению размера предмета к фокусному расстоянию линзы. С предельным углом, под которым я могу разглядывать предмет через лупу, мы уже разобрались. А под каким наибольшим углом я могу увидеть предмет без лупы? Конечно, мне хотелось бы приблизить предмет как можно ближе к глазу, но при этом глаз не может подстроиться, и мне приходится отнести предмет на некоторое расстояние, которое называется расстоянием наилучшего зрения, и обычно оно принимается равным 25 сантиметрам. Обозначим буквой бета угол, под которым виден предмет на расстоянии наилучшего зрения, и найдем его тангенс. Угловым увеличением оптического прибора принято называть отношение этих двух тангенсов, и для лупы оно равно отношению расстояния наилучшего зрения к фокусному расстоянию лупы. И таким образом увеличение лупы тем больше, чем меньше ее фокусное расстояние. И вот здесь у меня на столе лежат лупы с фокусным расстоянием 18 сантиметров, 12 сантиметров, а здесь сразу две лупы с фокусными расстояниями 6 и 2,5 сантиметра. И понятно, какая из этих луп имеет наибольшее увеличение. Именно вот эта маленькая линзочка. И у того, что нам рассказал Алексей, есть очень любопытное продолжение, связанное с историей микроскопии на заре ее существования. Конечно, в 17 веке уже имелись и микроскопы более привычной нам схемы с объективом и окуляром, о которых мы еще как-нибудь поговорим. Но наиболее выдающихся результатов добился голландец Антони Ван Левенгук, который сквозь свой волшебный прибор, как сказано в стихах Заболоцкого, разглядел такие вещи, каких люди не видели доселе. А микроскоп его был устроен весьма своеобразно. Это небольшая бронзовая конструкция, главной частью которой является крохотная линза с фокусным расстоянием в несколько миллиметров. А сама эта линза представляет собой маленький стеклянный шарик. Фокусное расстояние такого шарика сравнимо с его диаметром. Как же Левенгук изготавливал такие маленькие линзы? И этот секрет был раскрыт командой из сотрудников и студентов Новосибирского медицинского института в 1980 году, о чем я вам сейчас и расскажу. Вслед за ними я возьму стеклянную палочку, нагрею ее в пламени горелки, а потом растяну так, чтобы получилась достаточно тонкая стеклянная нить. Затем я разорву эту нить и заплавлю ее с конца, чтобы на ней за счет сил поверхностного натяжения возник небольшой стеклянный шарик. Вот несколько таких шариков на ножках. Все они имеют диаметр порядка 3 миллиметров, а один из них вставлен в оправу так, что его ножка развернута в сторону. И вот я гляжу сквозь это устройство на острие иголки, установленной прямо напротив линзы. И вижу это острие с очень большими подробностями, но как мне показать вам то, что я вижу? И с этой целью я заменю свой глаз передней камерой смартфона. Вот что у нас при этом получилось. Изображение, конечно, не ахти, потому что и сфокусировать аккуратно его не удалось. И наша линза это даже не шарика, скорее такая продолговатая груша. Левенгук обеспечивал настройку своего микроскопа двумя винтами. Одним он перемещал наблюдаемый предмет в поле зрения, а другим придвигал его к линзе и отодвигал от нее. Расстояние дельта, на которое надо придвинуть предмет к фокусу линзы, чтобы его изображение оказалось на расстоянии наилучшего зрения А. Описывается простой формулой. Дельта так относится к фокусному расстоянию F, как F относится к А. А это отношение есть не что иное, как обратное увеличение. Утверждают, что на своих лучших микроскопах Левенгук обеспечивал увеличение в 250 раз. А это означает, что фокусное расстояние этих маленьких линзочек составляло всего 1 мм. А точность настройки должна быть еще в 250 раз меньше, то есть 4 микрона. Ну и сами понимаете, сколь изощренным мастером он был, и такого же увеличения с таким же качеством, последующим оптиком, уже на гораздо более совершенных микроскопах удалось добиться, только к середине 19-го столетия. Ну, а мы с Алексеем такими мастерами, конечно, не являемся, и поэтому мы пойдем другим гораздо более простым путем. Возьмем готовые линзы с небольшим фокусным расстоянием, извлеченные из разной компьютерной техники, и положим одну из них на глазок передней камеры смартфона. Теперь иголка выглядит вот так. Качество изображения стало заметно лучше. А справа вы видите фотографию нитки. На ней различимы плетение нити и какие-то ворсинки. Если снять с зубка чеснока его пленку, на ней можно разглядеть отдельные клетки. Это, конечно, не результат Левенгука, но уже нечто. А это уже кожица лука, а не чеснока. Видно, что клетки лука более вытянутые. А если подкрасть их йодом, можно увидеть пятнышки внутри клеток. Это их ядра. И видно, что наш примитивный микроскоп, который, по сути дела, представляет собой лупу с маленьким фокусным расстоянием, дает заметное увеличение и позволяет нам видеть такие детали, которые не видны невооруженным глазом. Однако изображение при этом оказывается недостаточно четким. И поэтому возникает вопрос, а что ограничивает четкость этого изображения? Ну и ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok